В час, минута в минуту. Радио Болтком. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. После перерыва в студии Радио Болтком программа «Без антракта» я и ведущая Евгения Шарменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И у нас в студии сегодня гость, продюсер, куратор. Драматург. Драматург. Это тоже важная история, но это не тот драматург, который в русском языке привычный драматург. Это мы сейчас тоже обсудим. Это такое немецкое качество слова «драматург». Мы об этом поговорим. Эвардс Мелналкснес. Доброе утро. Доброе утро. Очень спасибо тебе большое, что ты пришел. Несмотря на то, что у тебя довольно напряженная неделя, и поэтому я тебя и позвала сегодня в эфир, потому что на этой неделе в таком креативном квартале «Таллинас Елос Кварталс» у нас даже был однажды года два назад разговор о том, как эта территория развивается. И там была история про продолжение развития территории, про то, что эта команда, которая развивает «Таллинас Елос Кварталс», выходит в Саркандаугово и начала там перед ковидом что-то делать. Мы очень много об этом говорили. Но сейчас, в эти дни, сегодня и в субботу, четверг и суббота, да, два показа спектакля. Это не спектакль. Я даже не знаю, как это назвать. Это перформанс музыкальный, официальное название опера «Банюта». Да, первая латышская национальная опера. Да, сейчас ты все расскажешь. Но люди, которые понимают оперу как место, где выходит оркестр, дирижер, выходят солисты, поют какие-то арии, вот все в костюмах красивое, в бархате, с кофе и шампанским – это другая опера. Ну, мне вот кажется, этот жанр, который на немецком называется «музиктеатр», я это тоже в Латвии уже перенес сюда, я говорю «музыка стеатр», не музыкальный, а «музыка», ну, на русском было бы «театр музыки», может быть, да? Может быть, да. Вот просто мне нравится, что он такой очень, ну, там все, чего можно поставить под этим, это тоже опера, значит, историчная, историческая опера, да, которая основывается на исторических событиях. Да, а когда я думаю, это тоже очень хорошо, чтобы говорить о том, что новое происходит, потому что есть такие всякие эти формы, как музыка, театр и перформанс действуют, поэтому мне нравится вот так это называть, театр музыки. Да, но назовем еще такое слово, которое было когда-то очень популярно, и потом его забыли, а я сейчас думаю, надо его вообще вспоминать, синтетический театр. Да, да, тоже. Есть такое, да? Да, есть. Там, где есть соединение разных видов, потому что у вас есть и немножко современный танец. Нельзя сказать, что он там как-то большую часть занимает, но он присутствует, это современное движение. И у вас есть драматургические там какие-то вставки, такие драматические, да, где просто идет текст, разговор. И ведь у вас, нельзя сказать, что это в чистом виде опера Калнэня, потому что вы ее, в общем, довольно серьезно переделали. И это твоя работа именно как драматурга. Драматурга не в чистом виде пишущего пьесу от начала до конца, но драматурга, который идеологически собирает некий текст спектакля, который потом будет поставлен. Расскажи, что в этом тексте, потому что если не знать, то понять непросто. Да, да, да. Ну, там я всегда думаю, где начать. Мне надо 15 минут, чтобы все рассказать, так очень коротко. Ну да, наверное, если мы говорим о методике, мы можем это называть деконструкцией. И когда мы вот это говорим, я думаю, об этом позитивно. Деконструкции означают, когда мы берем вот эти элементы и смотрим, что там есть, и, может, новые элементы туда вставляем, и тогда показываются новые отношения между того, что уже было, и между сегодня, сейчас, и вот этот релевант, что же там вообще для нас, что работает для нас сегодня. Ну вот, мы начинали работать с этой оперой, мне кажется, в 2019 году. И тогда нам казалось интересно, как много там агрессии, как много вот это Банюта, это самая главная героиня, как она вот все время с ней кто-то что-то делает. Ну я расскажу немножко об этой, что там происходит. Что это вообще за история Банюта, да, героиня. Ну вот, все начинается с свадьбы, но для нас было очень, как это, свареги. Важно. Важно вот то, что перед этим, перед оперой произошло. И произошло то, что на замок Банюты, а это происходит вот время, когда, значит, крусейдерс, как это, немецкие эти рыцари пришли в Балтию, оккупировать Балтию на самом деле. Конечно, они говорили там о религии, что-то такое, но на самом деле они просто оккупировали вот эту территорию, и они, значит, нападают на замок Банюты, и приходит литовский принц Даумандс и ее спасает и берет домой в Рамову. Это место, святое место для балтийских этих народ в том временах. На самом деле это находится в Калининграде теперь. Сейчас в Калининградской области, да, в этой части. То есть Пруссия восточная бывшая, да? Да, 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 да. И вот этот вечер свадьбы, который мы видим сперва, он как-то там все так не слишком красиво происходит, потому что Даумандс, у него вот такие визии появляются, и он вспоминает, как он убил девушку Яргалу и перед этим ее изнасиловал. То есть он вообще не самый лучший человек? Нет, нет, нет. И спас, он не просто так Банюту. Да. И как-то вот эта Банюта тоже Яргала, Банюта, ему вот кажется, что то же самое. Ты тогда, когда почитаешь этот текст... Такое замещение начинается, да? Да, вот что там происходит. И вот с этим... А потом приходит брат Яргалы, убивает Дауманта, значит, Вендетта, и Банюта остается одна в чужом месте, и вот дальше уже и она так-то, которая виновата, что Дауманта убили, она принесла беду в дом, женщина, кто это такая, и так далее. Ей надо отомстить, когда сперва они хотят ее сожжать вместе с Даумантом, а потом ей надо, когда она разрешает ей жить, тогда ей надо отомстить, и она нельзя любить никого другого. Ей надо отомстить. Ну вот просто ужас. Это только первые два акта, да? Что происходит? То есть женщина не владелица своей судьбы? Нет. Вот то, что мы думали, вот как мы там видим 20 века тоже в Восточной Европе, то, что вот контекст для нас, и, конечно, история Банюта мы хотели, чтобы ей есть вот то, что на английском мы называем agency, значит, что она тоже может как-то влиять на эту историю. И, конечно, тогда мы уже начинали смотреть, как она борется с этим рассказом. С этой судьбой своей. Да, да, да. Скажи, а в оригинале там трагический финал, я так понимаю, да? Да. Ну вот второе, что нам было очень интересно, это история оперы. Как она началась? Сперва это был конкурс для либретто, для первой оперы, 1903 год. Вот латвийская, как это, ассоциация, бедри, ибо я в Риге. Общество, да. Делает конкурс. Это же еще время под царем было Рига и Латуши. Ну вот этот рассказ выиграл, Артур Скруминч выиграл с этим рассказом, а началась революция, и, конечно, никто уже больше никакие оперы не писали. И потом после войны просто вот Альфреду Каунлинчу спрашивали, ну надо писать первую оперу, и что я тебе уже рассказывал, что это еще было время войны, как это за свободу? За независимость. Да, да. Значит, после Первой мировой войны, и что здесь происходит, всякие, да, там, наверное... До разборки. Да. Кто кому что. Четыре-пять армии, там не понять, кто с кем вообще. И в этом время Альфред Скруминч Лепа пишет эту оперу с этим либреттом, который никто... Так не нравился этот либретто, на самом деле, так компанистам. Он написан немножко так, комически. Вот и написал, и они сделали, поставили эту оперу 1920 году. Вот все еще такое бедное. На самом деле, поют беженцы из России, только приехали обратно в Латвию. Все такое дурхайнанда. Значит, ну как было, так и поставили. Ну такой немножко бедный театр, немножко простой, такой быстрый, и с набранными случайно людьми, да, я так понимаю. Такое было исполнение в тех обстоятельствах, в которых тогда была Латвия. Вот, и я говорил с одним историком, он говорит, люди просто были голодны. Они картошку в этом парке, парчике у оперы сеяли, делали. И просто не было даже деревьев, потому что надо было в войне с кем-то, с чем-то, значит, курина. Ну, вот так это, да. А потом интересно, что вторая опера, когда недели делали в 1937, уже в Латвии был наш диктатор, да, диктатор Улманис, ему были конфликты с Литвой, и потому нельзя было больше Литву там упоминать, как героев, там, или часть сюжетов. Да. А почему вообще это происходит в Литве, не в Латвии? Сперва в конкурсе, в этом самом начале, они хотели, значит, организаторы хотели, чтобы вот история рассказывает об этой большой, красивой латышской, балтийской истории перед, вот, пришли все эти. Это, конечно, вот такой тоже национальный миф, когда мы были тоже большие, и вот. И потому это надо было писать в Латвии или в Литве, это наша вот история. Ну да, и что одна, другая историчка мне сказала, что это тоже всегда получше, если ты где-то не в Латвии показываешь, а что-то вот там это происходит. Тогда это тоже для цензуры в это время у царя было немножко попроще рассказывать. Поэтому был такой немножко абстрактный рассказ, который как будто бы рассказывал какую-то историю. Вот, вот, вот. Какое-чуть-чуть в отдалении, поэтому вот когда писали изначальную конкурсную заявку, то тогда писали вот в тех условиях, которые были тогда. Музыку писали в условиях вторых, а в 37-м году были уже третьи условия, правильно? Вот цензура, первая цензура оперы. А после оккупации, советской оккупации, это 1941 год, тогда уже хотели вот эту оперу привезти в Москву на культурную декаду, правильно я говорю? Ну, я думаю, что это были просто такие, показать те страны, которые присоединили к Советскому Союзу в тот момент таким образом, и похвастаться национальными культурами. Ну да. Что-то такое, я так подозреваю, было. Наверное, да. Повод такой был. Ну вот была война, не повезли, мне кажется, потом, когда в 50-х, они тоже повезли эту баню, но сперва они в 1941-м, они сказали авторам писать happy end, потому что, что ты мне спрашивала? Первый трагический, там, ну, такая нормальная итальянская соп-опера. Да, 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 всё плохо. Герои умирают. Умирает любовь, да, надо умирать. В трагических ариях, которые ты не можешь забыть. Да. В финале, чтобы ты ушёл с этим прекрасным ощущением музыки. Да, а вот в Советском Союзе люди живут... Оптимистично. Оптимистично, да, вот, и там вообще-то интересно, потому что как-то вот баню-то, там, то, что написано в тексте, вот, баню-то как-то говорит, что это за такие старые вообще идеи, всё, теперь новый мир, давай, я хочу быть свободной, что вы, люди, скажете об этом? А люди, они просто вот тишина, молчат. Народ безмолвствует, как написал Пушкин. И какой-то вот бригадёр там пришёл, и тот тогда может, ему надо тогда придумать, что делаем, как же будет. Ну, это тоже вот так... Всё написано, ну, ты тоже думаешь, что, может быть, там, конечно, была пуля у лоба, и просто надо было что-то написать, и авторы написали. И мы хотели вот показать, как эта опера действует вот в всяких этих... Разных условиях. Условиях, да. И потому мы хотели сыграть тодическую, оригинальную, и вот этот хэппи-эндинг. Обе. И тогда мы думали, ну, ладно, если есть два, тогда надо третьего нашего. И мы очень долго думали, а как, что мы об этом можем сказать за теперь? И то, что мы вот тогда, в 20-м году, мне кажется, что мы придумали, что мы просто хотим, чтобы эта баню-то была свободна, и что она сама могла делать то, что она хочет. И потому вот это наше третье окончание, что она просто уезжает из этого клаустрофобического, вот такая, ну, карцера, да. Просто... Что она покидает тюрьму в разных смыслах тюрьмы, да? И дом, в котором она находится, и тюрьму своей судьбы. Да, вот. И скажи мне, кто третий финал написал? Это очень интересно, как Якобс Ниманс, который работал с этой музыкой Алфреда Каллинша. Деконструкцию, которую делал как раз, да? Да, потому что мы играем его маленькое ансамбль, пять инструменталистов, и вот это третье окончание, он взял опять, они играют Увертюру, которую написал Алфред Скаллиндж, и на эту Увертюру он вот такие маленькие фразы, вокальные мотивы, мелодии написал, и мы взяли поэму Инга Сгайлес, которая пишет о том, что теперь происходит в мире. Это рижская поэтесса Инга Гайлес. Да. Вы взяли ее стихи, которые, современные стихи. Стих, один стих о том, как, да, о том, тоже о репрессиях и людей всяких мест в мире, где тоже репрессии еще сегодня происходят. Вот. И, конечно, для нас была очень важна эта линия войны. И как война и 20-й век вообще, что он оставил в нашей Восточной Европе вот эта травма, о том, мы думали об этом как на ретроспекции. И как мы теперь, тоже мое поколение, я же тоже, мои родные же тоже были в этом всем, они оставили мне вот эту боль, мы все же здесь, где мы есть. И потому мы читали книгу Светланы Алексеевичей, значит, «У войны не женское лицо», где она собрала 80-х рассказы женщин, которые воевали. Бывавших во второй мировой, да. И после войны Советские Союзы им сказали, чтобы они стали опять нормальными, потому было около 1 миллиона юных женщин, которые хотели за идею бороться. Они были снайперы, партизанки, все, что делали. Ну да, не только санитарки такие, которые помогают, медсестры, а на самом деле и воевали очень много женщин. И это, они не могли рассказать, говорить об этом, и только в 80-х… Потому что общество было очень патриархальным, советское общество было очень патриархальным. И вот был вот этот рассказ, как война из такой мужской, как это вот, все… Маскулинные действия такого, да. И вот когда Светлана Алексеевич, она комментирует, что женщина рассказывает по-другому о войне, там есть всякие другие нюансы, и тоже вот очень много они говорят о том, что с природой происходит, или какие-то вот тоже эмоциональные, конечно, очень… Эти, я рассказываю, ужасные, конечно. Ну вот, это мы тоже берем и думаем, вот может быть, Баню-то тоже была партизанка в этой войне. Мы не знаем, что там было на самом деле. И, ну вот, это мы тоже там используем. И пришло вот это время, где мы сейчас, и просто это было ужасно, когда мне надо было, мне кажется, в марте, да, нам было… Сперва мы сделали фильм, потому что был ковид. Вот, сейчас я хотела тебя как раз к этому подвести. Да. Ваш проект, все-таки я немножко откачу назад, ты рассказал, из чего он состоит. Да. И я тогда добавлю еще, что это не просто латышский проект, правильно? Это твоя работа в этой ситуации как продюсера с партнерами в Германии. Значит, ты привлек туда еще немецких партнеров. Я так понимаю, что большая часть творческого коллектива – это люди из Германии. Назови, пожалуйста, кто. Я хотел очень с ними работать. Это музык, театр, коллектив, значит, театр, коллектив театра музыки, хаун и штехен, а это означает, значит, хаун – это как кричать или гаудует. Ну, арать. И штехен, арать, и штехен – это называется дурт. Значит… Ну, колоть. Колоть, да. Арать и колоть. Да, да, вот. То есть не оставлять спокойно. Нет, нет, это они не делают никогда. И Франциска Кронфорд – это режиссер. Она приехала с сценографом Лотте Хэндж. Одна из Банютах. Банютас у нас. Три Банюты фильмы были. Мы хотели, вот так они и работают. Что три финала, да? Три финала. Что у каждой своя судьба. Да, и три Банютас – это тоже показывает этот характер в три всякие вот такие… В 3D. Да, да, да. Скажем так. И они очень крутые, как персоны и так далее, вот эти певицы. И одна из них – Ангела Браун из Берлина. И ещё Джина Лиза Майвальд. Она играет вот эту яргалу, которую мы вот как-то тоже вместе с… Погибшую девушку, жертву первую, да, вот героя. Это яргала. Но она у вас как ворона. Потом она остаётся вот этой ворона или краукли. Ворона, ворона. Рааба. Не ворона, вот это тоже чёрный этот, который у… Ну, я вот как-то воспринимаю, как лесную ворону эту. Да, ну, может быть, это то же самое по-русски. Ну, потому что ворона, она как ведьма тоже, оборотень, она может быть таким персонажем. Да. Ну, потому что вот в Эопере есть вот это, что он видит вороны, вороны приходят. Это тоже плохое приметие. Там всё время есть всякие вот эти металлогические, всякие вот эти приметы, это называется, да? Да, что ты замечаешь, и думаешь, так, это нехорошо. Или, о, я побежал туда, потому что там всё хорошо. Да, вот это Джина, и они очень-очень круто работают уже 10 лет вместе, такой коллектив в Берлине. И мне кажется, что они могут посмотреть на эту латышскую оперу, с которой никто на самом деле не хочет работать. Потому что если ты берёшь и делаешь её, как она написана, ну, кто же больше хочет вот это смотреть? Извини, извиняюсь, но это очень наивно. Такая романтическая, наивная вещь, да, но музыка хорошая. Да, музыка красивая, и такой, ну, рассказ, конечно, очень такой сентиментальный. Ну, кто кого-то убил, ну... Скажи, пожалуйста, а латышские солисты? Да, у нас сперва в фильме был Арманд Силенч, который вот этого Дауманта играл очень круто. Рейнс Боттерс был Вижутс. А теперь мы поменялись на спектакль, будет Давид Ристау из Берлина тоже. Он, как он поёт по-латышке, я не понимаю, ну, какая школа, просто всё можно понять, что он спел. Вот я как раз не думала, что он из Берлина, когда смотрел. Я открою секрет, я посмотрела генеральную репетицию. Я понимаю, о чём ты рассказываешь. Да, 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 да. И... Да, ещё в Риге поёт как сперва, так и теперь Лаура Грецкая. Это оперная... Примадонна из нашей оперы, как она поёт, ну, как она тоже играет. Она такая сильная тоже персона, как... Как они... Глаз отвести трудно. И драматическая часть у вас на... И визуальная драматическая часть это у вас Матысович. Да, Матысович, конечно, он тоже играет. А Арис Матысович, он делает видео, тоже играет. И, ну, Арис очень тоже талантливый. Наш ансамбль я просто не могу... Я такой счастливый, что там такие люди работают вместе. А вот те, которые играют всех остальных, вот там, каких-то крестьян... Да, это корр. Крестьян, крестьянок, каких-то ещё этих друзей на свадьбе, да, какие-то приметы тоже они. Это корр из... Мне кажется, из корр камер там очень много, и это самый лучший латышский корр. Потому что голоса красивые очень. Это юные люди, которые тоже, они... Вчера мне одна из них рассказала, говорила о том, как счастлива она здесь работать, как это всё по-другому, как не так, как всегда. Но да, очень-очень они много дают и очень красиво поют, конечно, но делают всё. И то, что я хотел сказать просто, что вот эти немецкие артисты, они по-другому смотрят на эту историю. Мне надо было рассказывать, что это... Да, у вас там есть большая часть, связанная с праздником. Да, но я не рассказываю, что мы делаем, значит, что это вот этот папа-де-зец, этот миф о том, что надо искать любовь, и все идут куда-то. И костры жгут, и песни поют, да. Скажи, а, извини мою неосведомлённость, вот эти все песни, которые около костра, они для оперы написаны? Нет, об этом я расскажу ещё. Я хотел сказать, что просто лотто, это сценограф, говорит, а, значит, я они, это лав парейд. И просто вот потому у нас такие костюмы, и мне кажется, если латыши делают это, мы не можем так далеко... Освободить от привычного. Для нас это так фундаментально, ты думаешь, ну, это я они, значит, я они, если делаешь так или по-другому, но всё равно это будет латышка я они. Для неё это просто, а, лав парейд. И мне это очень нравится, мне кажется, латыши так не смогли бы. А музыки, да, вот там у Калны ещё есть 30 минут, мне кажется, этот акт, где они поют хор, поют у костра, и там вот эти тоже Абзия Дашина, эти, как это по-русски сказать, значит, песни, где всё так немножко эротически и очень красиво тоже, но, да, вот эти традициональные песни. И мы просто думали, ну ладно, это не работает, там тоже не работает просто вот в этой ситуации то, что он написал. Ну, такое классическое такое, большое исполнение. Большое хор, да. Давай делаем просто то, что он думал, ну, просто найдём какие-то тауты здесь, мы, значит, песни и поставим то. И он же очень тоже знаменитый с тем, что он написал 236, мне кажется, соло-лидер, значит, песни. И нам казалось, если вот такой маленький этот состав для нас, это было бы хорошо посмотреть, что у него там есть. Ну, и три песни мы тоже взяли, поставили в эту драматургию, которые очень хорошо работали. И сперва это было очень комически. Он же, Алфред Скаллиндж, 20-й, жил в Нью-Йорке. Не знаю, как он придумал туда поехать, работать, и он писал тоже песни на английском. И я нашёл вот такую песню, Mysterious Cat, значит, такая интересная кошка, да? Да, ну, загадочная. Загадочная кошка. И мне казалось, ну, ладно, вот куда-то мы можем это тоже поставить. Это тогда Ваккара Илгас, там в 30-х годах он писал, там ты слышишь, что он латыш, который учился в Петербурге, но знает, что где-то там в мире есть и додекафоны, и что-то вот модернизм происходит. На самом деле, очень интересно, как он, эта музыка, как она, она не просто это спеть, и так очень красиво, но очень хорошо и сидит в эту историю. И Брино Асэс, ну, это, конечно, такой стандарт латышский, одна из самых популярных. И мы тоже могли поставить, где нам там эта ситуация, как раз вот эта песня там сидит. Так что, и, конечно, Mein Freund der Baum, это не Alfred Skullinj, это просто такой шансон из 60-х, на немецком. И вот Ангела думала, что она всегда поёт одну какой-то вот поп-сонг. И вот это, мне даже один режиссер, он слушал этот оригинал, он говорит, что вот это, что Ангела делает в спектакле, что там больше трагики, больше такого эксистенциального такого филинга. Переживания, да. Да, да. Ну вот я хочу сказать, что вся эта опера, которую вы сделали сейчас, сейчас мы к фильму вернёмся, у нас ещё есть немножко времени, мы успеем. Она мало того, что она состоит вот из разных таких составляющих, которые мы все с тобой сейчас, ну не все, наверное, я думаю, что если серьёзно говорить, там гораздо больше всего, да, но мы как-то постарались всё упомянуть, и она играется ещё на трёх языках. Она играется на латышском, на немецком и на английском. Герои постоянно перепрыгивают с одного языка на другой. Есть тоже итальянский, на самом деле. А, да, немножко итальянский. Ну это вообще интересно, да, как-то вот эта идея, может быть, она идёт, мы её взяли из, значит, в 50-х, когда они наверняка хотели эту оперу в Москву привезти, они сделали этот клавер для фортепиано, значит, есть партии, и они перевели эту оперу на русский, французский и немецкий. Значит, ты можешь эту оперу петь, если ты хочешь, конечно, в четырях языков. И мы используем вот то, что они немцы, и они поют вот то, что иногда на немецком. Да, это опять-таки возвращает к базовой истории, когда Балтия была занята немецкими войсками. Или просто вот этой культурной... Или же нынешней культурной смеси, вот этой, которая существует. Это же всегда была вот эта смесь у нас. Русские, латыши, немцы, французы тоже в 19 веке, когда Наполеон пошёл в Москву, да. Так что это всё было, и это всё есть, и мне кажется, это красиво с этим работать, и мне вот эта кооперация очень-очень-очень важна, потому что нельзя остаться в этом маленьком мире, что Латвия, нельзя так жить, надо открывать... Смотреть по сторонам, да. И нам же такая инспирация из этого, просто это что-то такое новое для латышских художников, им нравится тоже работать в этом, но это совсем по-другому, как они работают. Конечно, потому что, как ты сказал, да, немецкая художница увидела это по одному, за этим последует вдохновение для других участников проекта, они придумают что-то ещё, они придумают, вот как ты говорила, я сказала, у вас там какие-то движения есть, может быть, они не специальные, но они, видимо, были вдохновлены чем-то. Мне понравилось, и мне очень понравилось, что он при этом ещё очень простой театр. Да, он театральный театр. Да, он не загружен вот лишними какими-то элементами, там всё очень по делу. Я хочу, как зритель, сказать, что это очень интересное ещё решение вообще, потому что Таллиннс Елос Кварталос, да, вы используете и двор, и помещение Турьяузи Никур, которая такая концертная площадка, и спектакль всё время переходит из одного пространства в другое, и это объясняется, и это объяснимо, да, и тебя водят в одну сторону, в другую сторону, ты занимаешь, сначала смотришь, у тебя пространство одно, там есть какая-то сцена, есть экран, барная стойка этого концертного зала тоже используется, то есть надо смотреть повсюду, везде всё есть, параллельно идёт видеопроекция, которую делает, как ты сказал, Арис Матысович, но у нас есть пять минут, и мы поговорим про фильм. Когда вы придумывали этот проект, вам обломали все планы, я так понимаю, с ковидом. Ну вот в марте мы говорили о том, начинался март, как мы будем вот в апреле пробы делать и делать, показывать спектакли, и пришёл ковид, и тогда уже надо было, если мы хотели это сделать, нам надо было придумать, как мы это сделаем. Мы не могли больше, мы думали, 150 людей надо нам в этот ту яузин кур внутри, это же нельзя было больше. Зрители, да. И потому мы придумали, ну давай будем, значит, есть такие вообще оперные фильмы, знаешь, вот в студии когда-то в 60-х, 70-х, вот такой ужасный китч, ужасный такой тоже, ну, красиво и ужасно. Ну все же любят Зуфирели, ну правда. Да, 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 да. Ну слушай, ну это такое. И у Бергмана есть на, как это, Swedish, на... Magic Flute, на Моцарт. Да, да, да. Вот все такое есть, и мы вот думаем, ну давай, будем делать. И мы пытались вместе вот это оставить, что это театр, что это перформанс, но тоже вот смотреть, что мы с кино, с кино, киноматографом можем сделать. Потому, конечно, это совсем по-другому. Для меня как... Первый раз я вот делал фильм, очень трудно, этот монтаж был, мне кажется, один год мы с этим работали, режиссер Франциско был в Берлине, здесь в Риге у нас был очень чудесный монтажный режиссер Иева Стадо, которая сам... она пианист. Она музыкант, она еще как-то училась. Да, музыкант профессиональный, и она поняла, как это может вообще, как делать монтаж, это же очень трудно, потому что музыка идет, и ты не можешь просто где хочешь порезать. Да, и там еще надо, чтобы этот ритм оставался, и визуально оставался ритм. И она это просто чудно это сделала. И я хочу сказать, что премьера у вас состоялась в рамках Рига Интернешнл Фильм Фестивал осенью прошлого года, как раз вот уже год, как вы показали премьеру. И я так понимаю, что там было много других актеров задействовано, там совсем у вас другой размах, и возможности были. Но сейчас, когда вы играете спектакль вживую, что очень важно, потому что, конечно, голоса звучат вживую, и это так странно, когда ты сидишь, в общем, в каком-то старом ангаре, на площадке, где на улице пьют пиво, гуляют, там какие-то, ну, там такое живое место, в этом, «Таллинас, ялос, кварталос», конечно. Потом ты заходишь, и вдруг слышишь прекрасные оперные голоса, какие-то невероятные совершенно арии, партии, какие-то, ну, это производит очень сильное впечатление. Вот это вот, когда ты выходишь, попадаешь в это пространство, потом заходишь обратно, этот переход, он, конечно, фантастический. Мне хочется уже сразу это сказать, что, конечно, мы уже больше об этом не думаем, на самом деле, оперу принести прочь из этого дома, с этой золотой аркой, конечно, это интересно, это очень трудно тоже, но, да, ну, взять, не надо эту оперу, всегда вот в этом, с такой большой глорификацией, и все всегда вот так как-то. Мне кажется, это очень важно, что это может тоже живое, живое искусство, как раз вот, для всех, и все могут понять, потому что вот музыка же всегда работает, если красивая, хорошая музыка. Да, именно. Ну, вот так. Да, да, да. И у вас очень хороший, конечно, вот инструментальный коллектив, который исполняет, в общем, довольно сложную оперу, переписанную в другом качестве, и я хочу сказать, что вот эта визуализация, которая у вас там есть с экраном, которая сочетает и прямую трансляцию того, что происходит, того, что мы не видим, где актеры куда-то уходят, в какие-то другие помещения, и периодически вы включаете, и это очень красиво сочетается с тем фильмом, который был снят, какие-то кадры вы показываете, то, что происходило на природе, и, кстати, подмена Эдау Мантиса, которая, исполнитель живой один, а на экране другой, она тоже хорошо работает, потому что, если у вас есть две банюты, сейчас, то тогда у вас получаются такие два Эдау Мантиса, это тоже все очень интересно, конечно. Не знаю, по-моему, у нас сегодня вечером уже все занято. Мне кажется, что занято. У вас бесплатный показ, но по записи. Еще позавчера были билеты на субботу, но учитывая, что жарко, и люди уезжают за город, может быть, на субботу кому-то повезет, и вы еще отхватите эти билеты. Мне кажется, тоже уже. Надо в Берлине теперь ехать. В Берлине будете теперь играть? Да, да, да. А когда? Будем в конце августа, 31-го будет премьера в Берлине. А где? Театр, Театр им Дельфи. Значит, это старый кинотеатр, на самом деле, такой арт-деко, и вот там мы будем играть, и я, да, у нас была тоже премьера фильма в Берлине, и, как я уже сказал, тогда мне было очень трудно об этом говорить, и посмотрим, как сегодня это будет, потому что, конечно, контекст поменялся. То, что я хотел сказать, что это было ретроспекцией, а теперь вот эта война России в Украине, и то, что мы хотели думать, что это осталось в истории, это больше не история. Вдруг это накрылось. И у нас очень много юмора, и мы можем, много вот комики вместе, трагики. Мне казалось, что когда мы показывали это в Берлине в марте, мне было трудно сперва говорить об этом, потому что я тоже спрашивал, что происходит здесь в Берлине, в Германии, почему не приходит этот суппорт, значит, из Германии в Украине. И, конечно, людям труднее это смотреть, просто это, теперь ты слышишь, ты видишь, тоже там много исторических кадров из Второй войны, Второй мировой войны, и они просто, сразу это ассоциация с Украиной, что там происходит, что ты читаешь каждый день. И мы думали, надо ли нам больше рассказывать о Украине теперь, поставить там новые мотивы. Но нам казалось, нет, тебе не надо с пальцем в глаз рассказывать, что это есть. Ты просто видишь, это... Ты видишь эту трагедию. Скажи мне, пожалуйста, одна минута осталась, сейчас до окончания. Один из героев, самый старший в вашем молодом коллективе, актер. Данис, Данис Сумасич. Это очень важно, потому что он так, он такой, он как будто какой-то вот, действительно, если мы говорим про Латвию, про историю, про то, как Латвия связана с природой, он как будто какой-то вот лесной бог, вышедший из... Ну, мне кажется... Из дуба из какого-то. Да, да, да. Хаун и Штехен, им очень нравится работать не только, чтобы юные хипстеры там работали, но что есть тоже постарше, перформеры, которые танцуют в саломе, там танцевала, так, старшая танцорка и перформер, и тоже вот дайность и так далее, так что, да, это есть, это, мне кажется, очень... Чтобы не было такой студенческий театр, что мы слышим всякие голоса, всякие... Да, вот. И разный статус у людей, которые смешиваются, и от этого получается очень красиво. Слушай, ну, мне кажется, мы очень круто рассказали про вашу работу. Да, спасибо. У меня прям всё перед глазами опять перекрутилось, и я очень этому рада, и мне кажется, что если говорить об истории Латвии, то хорошо говорить так, как вы об этом рассказываете. Не только Латвии, но это наша история в Восточной Европе, у нас всем. Это не так, что у Латышей по-другому было, как в Литве или Польше или в Украине. Ну, немножко где-то свои особенности есть, но судьбу все страны прошли одинаково. Травмы, как ты сказал, у всех похожи. И посмотрим, как мы с этим травмами и что с ними делать. Я не знаю, мне нет ответа, но пытаюсь работать с этим. Мне кажется, что очень важно их понимать. Не делать вид, что их нет, а их надо понять и научиться с ними жить. Да, 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 да. Поэтому мы это делаем. И удачи вашим показам, хороших зрителей и чтобы была хорошая погода вам. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. До встречи на следующей неделе. Радио Болтком.